Нормальная жизнь христианина. Какой должна быть наша жизнь? Что я должен делать? Как жить победоносной жизнью? Эти и другие вопросы, они не могут не волновать нас. Что я должен делать после того, как я покаялся? Пришел в церковь, что я должен делать? Какой должна моя быть жизнь? Вы знаете, для меня служит огромным благословением то, что мы имеем в церкви совместное чтение Библии. И я благодаря этому моменту уже получил две проповеди для себя. Это не так много, но я очень ценю этим. И одну из них я сегодня буду вам проповедовать. Вообще, если говорить о нормальной жизни христианина, то можно сказать, я должен жить так, как говорит Библия. Но я нашел место, где очень кратко и ярко показано, что должны делать мы, как дети Божьи, придя и веруя в Иисуса. Давайте мы вместе откроем 1 Петра, 1 послание Петра, 5 глава, и я буду читать с 5 стиха. В первой части этой главы написано о том, какие должны быть служители, какие должны быть пастыря, как они должны служить Богу и людям. Вторая часть этой главы, здесь идет речь, какие мы должны быть как христиане, что мы должны делать и как мы должны жить. Итак, я читаю 5 стих, вы можете читать вместе со мной, также и младшие. «Повинуйтесь пастырям все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Почему мы должны облеклись смиренно мудрием? Почему оно нам необходимо? Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вы знаете, когда я читал эти слова, они как-то пронзили мое сердце. Почему? Потому что перед этим мы беседовали о том, как сделать так, чтобы благодати было больше, чтобы благодать действовала в нашей жизни, в наших служениях. Вы вообще нуждаетесь в Божьей благодати? Библия говорит, что «Ибо явилась благодать Божья спасительна для всех человеков, научающая нас полезному, ведущая нас по тому пути, по которому нам надо идти». Мы нуждаемся в Божьей благодати. И я здесь нашел секрет, как мы можем ее иметь. Библия говорит, «Ибо Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Кому Бог дает благодать? Смиренным. Когда Он дает эту благодать? Когда? Сегодня. Он давал, Он дает и будет давать. Одно условие. Когда мы смиренны. Поэтому нормальная жизнь христианина, момент номер один, будьте смиренны. Я не знаю, как это у вас получается, но я хочу вам очень искренне сказать, что самый большой порог – это гордость. Единственный грех, за который совесть наша не осуждает нас – это гордость. я не знаю, как у вас получается смиряться или нет, но я хочу вам сказать, что легко смирять, тяжелее смиряться. Но Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. В Библии написано, что дьявол – он отец всем сынам гордости. Послушайте, отсутствие благодати в жизни вашей, оно не всегда связано с грехом, но оно всегда связано с человеческой гордостью. То есть, гордый человек переживать благодать Божью не может. Я не знаю, как протекает ваша жизнь, но у Бога есть обилие благодати, и Он дает ее не мерою, если наше сердце приготовлено. Если вы верите в естественные законы, то когда мы проливаем воду, она будет всегда заполнять низкие места. Это относится к воде, и это относится к Божьей благодати. Если вы чувствуете, что вы лично, или же, например, ваша церковь нуждается в Божьей благодать, которая способна действовать и изменять ваше окружение, изменять жизнь сердца, вот ключ. Ибо Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вообще, гордость – это открытая дверь к разногласиям и спорам. Я не знаю, как проходит ваша жизнь, но если в вашей жизни это случается, разногласия, недопонимания, споры – это только потому, что вы не смирились. Но представьте, какая райская будет жизнь, когда вы будете просто жить и ходить пред Богом в смирении. Что вы будете иметь? Вообще, смиренному человеку легко прощать. Ему нетрудно угодить. Он никогда не раздражается. Разве это не плохо? Спрашивается, почему вы так не живете. Может быть, только потому, что не всегда это получается у нас. Поэтому, если с вами, например, несправедливо поступили, помолитесь и будьте спокойны. Все остальное сделает Бог. Часто мы думаем, что проблема в них, в то время, когда проблема именно в нас. Ибо Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Следующий стих там написано. «Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Итак, это итог. Это как заключение. Бог говорит, «Итак смиритесь под крепкую руку Божию». И что будет потом? «Да вознесет Он вас в свое время». Вообще-то, смиряться человеку не очень хочется. И не у каждого получается. Но мы не против, чтобы Бог нас вознес. Мы не против подниматься по служебной лестнице. Мы не против подниматься в духовном служении. Но есть закон. «Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Кто возносит, братья и сестры? Кто? Когда Он возносит? В свое время. То есть, когда мы приготовлены, и это совпадает с общими планами Божьими, значит, тогда Бог человека возносит в свое время. Если бы Бог выполнял наши нужды сразу, мы бы и не менялись, и не росли. Но время, которое мы проводим в ожидании, оно способствует укреплению нашей веры и нашему духовному воспитанию и росту. Поэтому есть вещи, братья и сестры, от которых нам надо избавиться. И в первую очередь это гордость. Вы готовы сказать «Аминь»? Почему это важно? Вы знаете, что даже малейшие достижения человека, они способны, человек через это способен гордиться. Чем выше человек поднимается, тем ее тяжелее смиряться. Христос, написано, смирил себя, а мы вокруг себя. Мы хотим, чтобы вокруг нас были ангелы, а сами, как получается? Христос смирил себя. Что это значит? Он смирил, написано, до смерти. Он, уже умирая, имел возможность в любой момент избавиться от своих врагов и избавиться от всех пыток и испытаний. Но Библия говорит, что Он смирил себя до смерти и до смерти крестной. Смирение. Послушайте. Послушайте. Я еще раз повторяю. Отсутствие благодати Божией не всегда связано с грехом, но оно всегда связано с гордостью. Что это значит? Вы можете видеть человека, который живет, ну, может быть, согрешая. Вы его увидели в течение недели. Вы пришли в воскресное собрание, слушаете и удивляетесь. Бог его благословил. По вашему пониманию, это невозможно. Но с Божьей стороны это возможно. Этот человек, придя к Богу, мог покаяться и пережить Божью благодать. Но для гордого человека это невозможно. Я встречал в своей жизни людей, которые были примером для меня долгие годы, с которыми я прожил немало лет. И я смотрел на них и удивлялся, как у них все хорошо получается. Но я на них никогда не видел Божьей благодати. И я не понимал, почему это. И только через годы, когда этот человек попал в трудные обстоятельства жизни, я увидел, что просто не достает элементарного смирения. Пока жизнь идет спокойно, вроде бы и человек, как ангел. Но когда реально пришло испытание, он не являет, не явил святости Божьей. Я просто хочу, братья и сестры, чтобы Новый год, в который мы вступаем, он был годом смирения для всех нас, для меня, для церкви. Потому что мы ожидаем Божьих благословений. А это невозможно без смирения. И если мы глубоко смиримся, Бог обильно благословит нас. Вы знаете, человек или сам смирится, или ему поможет в этом Бог. Еще люди, которые окружают нас. Я говорю, что люди, они не дают нам расслабляться. Я наблюдал даже это в своей жизни. Иногда бывает, вот в конце года я обычно делаю отчет. И вот когда последний раз это было, я заметил следующее, что если не делаешь, люди скажут, ну нечего сказать. Делаешь. И я слышу где-то там издалека, о, это хвостовство, а это уже ненормально. И я сделал выводы какие-то для себя. Я это сделал для себя. И я сейчас очень четко понимаю важность смирения. Вы знаете, я просто наблюдаю за своей жизнью, я удивлен следующими вещами. Что я, например, было время в моей жизни, когда мне казалось, что я больше грешил. А благодати переживал тоже больше. Сейчас мне кажется, что я вроде бы меньше грешу и благодати меньше. И я нахожу для себя секрет. Я еще раз повторяю, это не всегда связано с грехом. Хотя возможно. Многие люди, которые идут путем освящения, освящаются через годы, если они это делают, это неплохо. Но еще важно смирение. Вы скажете, почему? Потому что люди могут гордиться даже своей праведностью. Своей святостью. Вы помните молитву одного человека, который в свое время сказал следующее. Благодарю тебя, Боже, что я не такой, как прочие люди. Я не буду читать из-за времени. Вы знаете, о ком идет речь. Мы никогда не молимся этой молитвой, но всегда сравним себя с другими. И говорим, да, вот эти люди уже вступили, а эти на пути к падению. А мы так, слава Богу, держимся. Благодарю тебя, что я не такой, как прочие люди. Послушайте, Бог сегодня что-то важное желает нам сказать. Послушайте, в атмосфере самодовольства и самоправедности трудно дышать. Но Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Там, где самодовольство, там, где присутствует гордыня, там отсутствует кислород, там нет нормальных условий для жизни. Бог пришел с небес и показал нам пример, как мы, как христиане, должны жить. Ибо каков Христос, таковы и Христовы. Написано, Христос смирил себя. И так фарисей помолился очень красиво. Но результаты этой молитвы плачевны. Почему? Потому что Библия говорит, падению предшествует гордость. Запомните, невозможно согрешить без гордости. И если человек начинает возноситься, значит, он очень близок к падению. Почему, например, в свое время апостола Павла Бог держал в какой-то немощи? Почему? Библия говорит, я хочу, чтобы вы увидели этот стих 2 Коринфянам 12,7. И чтобы я не превозносился чрезмерностью откровений, дано мне было жало в плоть, ангел сатаны удручал меня, чтобы я не превозносился. Почему это происходило с апостолом Павлом? Чтобы он не превозносился. Мы в этой ситуации готовы искать избавление, исцеление, помощи и так дальше. А Бог говорит Павлу, довольна, все нормально, Павел. Я наблюдаю над твоей жизнью и очень обеспокоен одним моментом, чтобы ты случайно не надломился превозношением своим. Почему это важно? Потому что сама гордость превозношения противится познанию Бога. Послушайте, но если вы как христиане познали, что вы без Бога не можете делать ничего, как ветвь без лозы в вашей жизни превозношения не будет. Пока ты сам идешь по жизни, уповая на себя, на свои силы, это только питает твою гордыню. Но Библия говорит, без Бога мы не можем делать ничего. Итак, я хочу, чтобы Бог благословил нас всех. Когда-то царь Ездра молился и говорил, Господи, он объявил пост, молитву, и молился о том, чтобы смириться нам, говорит, и детям нашим, чтобы благополучно достичь Иерусалима. Мы на пути к Новому Иерусалиму, Церковь Иисуса Христа, дорогие христиане, но достичь этой высоты невозможно без смирения. Мы благодатью будем переживать намного больше, если мы научимся смиряться. Библия говорит, и смириться народ мой, который именуется именем моим. Это обращение сегодня к нам. Не написано, что смирятся грешники, хотя им это тоже надо. Не написано, что жизнь изменится, когда президенты или министры смирятся. Но написано, и смириться народ мой, это первое, именуемый именем моим, и будут, что молиться. Оказывается, молиться можно по-разному. Хорошо, когда мы это делаем в смирении, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей, своих. Когда выполнены будут вот эти четыре условия, то что будет потом? То я услышу с неба. Прощу грехи их, и исцелю землю их. Вот это путь к благословению. Братья и сестры, к сожалению, я не могу сказать за всех, но за многих, за многих я могу сказать, к сожалению, многие не смирились. смирились. Многие не смирились, поэтому напряжение в людях растет. Но все изменится, когда мы будем смиряться, проходя через боль, уступая другим, не возмущаясь, не напрягаясь, какая это благословенная жизнь. Христос учил, придите ко мне все труждающие обремененные, и я успокою вас. Придите и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Послушайте, какая благословенная жизнь, если жена кротко и молчаливого духа. А как красиво мужья выглядят, когда они смиренные. Как прекрасно выглядит церковь Иисуса Христа, где отсутствует гордыня. Это то, над чем мы должны работать каждый день. И я говорил, и еще повторяю, если мы не научились кротости и смирению, мы ничему не научились в христианстве. Мы немногому научились как христиане. Вот почему в нашей жизни мало мира и покоя. Вот почему такая беспокойная и волнующаяся жизнь. Но Бог говорит, я дам вам покой, я дам вам благодать, только смиритесь. Итак, будьте смиренны во имя Иисуса Христа, если вы готовы идти этим путем смирения. Бог в помощь каждому из вас. Вы готовы сказать аминь? Следующий момент, как должны жить христиане. Читаем дальше. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. То есть, другими словами, не заботьтесь. Я прошу вашего внимания, очень важное Слово Божье для нас. у вас бывают какие-нибудь переживания? Вы иногда волнуетесь? Пожалуйста, скажите да или нет. Бывает иногда. Библия говорит не волнуйся. Другими словами, не переживай. Есть такие вопросы, а что будет дальше? А как будут мои дети? А что будет завтра? А что будет через год? У вас возникают иногда такие вопросы? Я думаю, что бывает. Послушайте, не работа слушает, а забота. Забота это беспокойство или переживание о ком-то или о чем-то. Но Библия говорит не заботьтесь. Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется у вас. Если вы верите этому слову, у вас есть все основания жить не переживая. почему я могу так жить? Потому что он переживает за нас. Зачем двоим переживать? Если бы вы знали, например, что у вас есть определенные нужды, но мэр города вам сказал, я позабочусь о вас об этой нужде, вы бы переживали? Я не думаю, вы просто ждали, когда это произойдет. Все. Бог говорит, не надо пиктись, потому что кто-то печется. Меня это так удивляет, что вроде бы нужды мои волнуют Иисуса, он даже печется. Он особо переживает, он переживает и занят тем, как тебе помочь и как твою ситуацию изменить. Зачем заботиться, если он это делает? вы можете жить совершенно другой жизнью, послушайте, христиане, если вы научитесь доверять ему. Заботы человека расстраивают и истощают внутри, выбивая нас совершенно из колеи. Послушайте, мы сильные, когда сохраняем спокойствие, а дьявол, когда мы начинаем волноваться. все, что делает дьявол, он желает достичь одной цели, как нас лишить состояния мира и покоя. Потом он оставляет вас, потому что он уже свои цели достиг. Ничто так не помрачает жизнь человека, послушайте, ничто так не помрачает наше лицо, как заботы каждодневные и грех. Но в чем я вижу здесь проблему? Дьявол заинтересован, чтобы вы концентрировались на отрицательном. А Бог призывает нас, чтобы мы вспоминали милости Божьей. Аминь. Послушайте, заботы наши они связаны с неверием. Это не признак духовности. Многие переживают за многие вещи, и это преподносят как особая духовность. Послушайте, переживания ничего общего с духовностью не имеют. Бог начинает действовать в жизни человека, когда его сердце спокойно. А как этот покой иметь? Как можно жить не переживая? Господи, помоги нам это понять. Написано, помышления плотские, они помрачают наши разумы, а помышления духовные это жизнь и мир, они утверждают нас жизнь и мир. И наше помышление, оно определяет наши поступки, как мы действуем и поступаем. В свое время вы помните армию Гедеона, когда Бог его призвал и он приглашал последовать за ним, то так получилось, что в его армию попал один человек из ста, один из сотни. А как это произошло? Вначале он сказал, кто боязливый робок, можете возвращаться, и ушло 22 тысячи. А потом он пригласил к воде, и некоторые просто вместе своим вооружением просто всем лицом погружались в эту воду. Иногда так точно живем мы, мы просто забываем, что мы призваны бодрствовать, но мы всем лицом, всей головой окунаемся в суету каждодневную и заботы. Вот почему мы не способны вовремя отражать атаки дьявола. Послушайте, и что происходит потом? Если вы, например, выражаете своими устами недовольство или какой-то ропот, если вам кажется, или вы говорите это устами, что ваша жизнь ужасная, будущее ваше печально, это говорит о том, что вы уже согласились в своем разуме с работой дьявола над вами. Человек, который живет нормальной жизнью христианской, он будет вспоминать милости Божьей, и он скажет, Бог силен мне помочь в этой ситуации, но человек, который этим не живет, он будет расстраиваться, он будет плакать, но это не изменяет ситуации, это путь в никуда, это полный тупик. Бог желает, чтобы вы в новом году оставили все переживания заботы, какая благодать, аллилуйя. Послушайте, причин для переживаний было и будет всегда предостаточно, если бы этого не было, не было бы как бы надобности писать, не заботься, но ввиду того, что человек будет серьезно озабочен, Бог говорит, пожалуйста, разреши эту миссию выполнить мне. Как мы это можем сделать практически? Я читаю очень важный стих филиппийцам 4,6 «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве прошении с благодарением открывайте желания свои пред Богом». Мне это очень нравится, меня это вдохновляет. Написано «Не заботьтесь». Вы скажете «А что делать?» Говорят такой под камень, который лежит, вода не течет. Люди, которые осуященные, они говорят «Нет, надо двигаться, надо что-то делать и так дальше». Да, делать надо, но дело и забота это разные вещи. Многие дела, которые вы делаете, надо делать, но вы должны избавиться от забот. Как это возможно? Если вы хотите этой жизнью жизнь, то здесь написано «Не заботьтесь, но всегда». Еще раз повторяю, «Не заботьтесь, но что? Всегда». Как только заботы на тебя навалились, вы это должны делать всегда. И когда вы будете так делать, ваша жизнь будет совершенно другой. А как же мы должны делать или что мы должны делать? «Не заботьтесь, но всегда в молитве». в прошении с благодарением, в благодарственной молитве открываете свои желания пред Богом. Только как только вы чувствуете, что ваш сердечный мир нарушается, что дьявол пытается вас разрушить внутри, начинайте молиться. Не надо просто открывать уста, не надо ныть, не надо плакать, не надо опускать руки свои, не надо делать робкими сердца других. Это лучшее время для молитвы. Чтобы ваша ситуация не усугубилась и падение ваше не было серьезным, вы должны тут же принять правильное решение и пойти на молитву. Но всегда открывайте свои желания пред Богом. То есть исцелиться забот очень легко с помощью молитвы. Проблема есть в том, что озабоченный человек, он вообще забывает о молитве. Он настолько озабочен, что говорит так, вот это еще сделаю и помолюсь, а этим делам конца нет. В результате он многое делает, но на молитву у него времени не хватает. В результате его жизнь это каждодневная постоянная суета, когда он много делает, но достигает немногих целей. Бог говорит, не заботьтесь ни о чем. Вы христиане, я знаю, что вы не впервые слышите этот стих, но я хочу, чтобы сегодня Бог проговорил к вашему сердцу. Если ваши заботы ваши еще не замучили, то есть новая жизнь в Иисусе Христе. Если вы будете начинать молиться, то послушайте, что будет потом. Через молитву Бог обновляет ваше упование на Бога. Слава Богу! Через молитву к вам придет мир Божий. Что это значит? Написано, когда вы будете молиться, то вы получите ответ от Бога. Какой? И мир Божий, который превыше человеческого ума, соблюдет сердца ваши и помышления вашего Христа Иисусе. Дьявол вас пытается выбить из этого состояния. А что может вас сохранять в этом состоянии? Мир Божий. То есть не написанного, допустим, у вас есть какая-то нужда, и она вас расстраивает без конца. Что делать? Вы видите реально, что делать? Вы начинаете молиться, но очень часто вы помолившись продолжаете жить суетной жизнью. Почему? Потому что вы мира внутри так и не получили. Вы ожидаете совершенно других ответов, а Бог в ответ на молитву на озабоченное сердце посылает свой мир. В результате Бог будет действовать в вашей жизни. В результате ваши решения будут правильными, ваши разговоры будут взвешенными, ваша жизнь будет совершенно другой. Аллилуйя! И мир Божий, который превыше ума человеческого, он соблюдет ваши сердца и помышления во Христе Иисусе. Бог укрепит вас. Мы обретаем помощь и милость от Бога, благодать на наши каждодневные нужды. Слава Иисусу! Я говорил, больше всего обычно переживают женщины. Потому что в них такая всеобъемлющая любовь. Они за все переживают. Я хочу вас сегодня благословить и ободрить, уважаемые женщины, матерья. Послушайте, что Библия говорит, что добродетельная жена, она с радостью смотрит свое будущее. Если вы желаете этой жизнью жить, добродетельная жена, это не только добрые дела, но она по-другому смотрит и видит свое будущее. Какой вы видите жизнь свою сегодня? Каким вы видите ваше будущее? От этого зависит, как будет проходить ваша жизнь. Многие люди, они видят только плохое. А Бог говорит, милости Господни, вспоминай, считай, да благословит вас Бог, чтобы вы были лишены переживаний, заботы и тревог. Это лучшее средство, как не постареть. Если вы хотите, чтобы какие-то морщины исчезли на вашем лице, Бог говорит, не переживай, не переживай, а вы кричите, Господи, я не могу так жить, а Бог говорит, успокойся, я переживаю. Если ты хотя бы чуть-чуть можешь мне доверять, то пожалуйста, успокойся. Вот вы приходите к врачу, у вас нестерпимая боль, а врач говорит, не переживайте, через пять минут вы будете чувствовать себя хорошо, через час, и вам уже легче становится, вам еще ничего не сделали, но вы уже доверились этому врачу. Бог говорит сегодня церкви Христовой, не переживай. С того дня, как ты уверовал, моя жизнь в твоих руках, и Бог мой, он говорит мне, он говорит это тебе сегодня, Отец мой больше всех, он держит меня за руку, из его руки меня никто не похитит. Вы знаете, что меня радует? Я думаю, если бы я держался за него, у меня вряд ли бы получилось, я бы не удержался, но так как он меня держит, так как он тебя держит, ты должен быть что? Спокоен. Аллилуйя! Вы имеете какую-то нужду, у вас проблема, ну какая не есть, женить бы, ну мало ли какая проблема. Бог говорит, доверься мне, ходи в смирении, и ты получишь то, что ты даже не думаешь и не представляешь, Бог, он есть богатый Бог, Аллилуйя! Аллилуйя! слава Иисусу! У вас бизнес, это как сказать, он сам по себе толкает человека на переживания. И вам иногда кажется, а как же жить по-другому? Голова, говорят, трещит, но Бог говорит, если ты чувствуешь, что это дело в моих руках, то пожалуйста успокойся, я наблюдаю за твоей жизнью, я хочу тебя благословлять. Слава Иисусу! И так не заботьтесь, вы готовы сказать аминь на все это? Слава Иисусу! Слава Иисусу! Я хотел бы вот, давай Андрей, иди сюда ко мне, подойди ко мне быстренько, приди Андрей. Ну пожалуйста. Я тебя просто попрошу Андрей, как бы ты показал практического человека гордого? Ты можешь без слов покажи, как выглядит гордый человек? А ну пожалуйста. Не знаю. О, чуть-чуть получилось. А смиренный, вот как ты думаешь, как он выглядит? Ну я знаю, что нормально, но как ты можешь передать, вот чтобы люди тебя вот смиренный. Пожалуйста. Хорошо. 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 Садись. Ну кто мне еще поможет? Пожалуйста, мне надо такого человека. Хорошо. Кто мне поможет? Даник, а ну Даник, иди сюда ко мне, быстро. Пожалуйста, Даник, быстренько только, потому что время уже пошло. Пожалуйста. Ты должен просто сейчас просто показать, как ты видишь смиренного человека, как он выглядит в твоих глазах, без слов. Смиренный человек, как он выглядит. это легче, уже Андрей гордо показал. Смиренно, если можно. Ну, пожалуйста. Хорошо. Хорошо, Даник, я тебя так не отпущу. Слышишь, ну, озабоченный человек, как выглядит? Тот озабоченный. Ты можешь узнать, вот в толпе, например, озабоченный человек, как он выглядит? Озабоченный, беспокойный, переживает человек? Хорошо. Даник, а вот человека спокойного, спокойный, человек спокойный. Спасибо, Даник, садись. Хорошо. Мы идем дальше. Пожалуйста. Это еще не все, это вы чуть-чуть передохнули. Сейчас мы идем еще глубже. Нормальная жизнь христианина. Следующий момент, он выражен в следующем стихе. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Следующее, как вы должны жить, это пребывать в трезвости и бодрствовать, то есть быть постоянно на страже. Это залог победоносной благословенной жизни, слава Иисусу. Я вам просто скажу, что трезвый человек это воздержанный человек, не теряющий никогда рассудка. Бодрый это бдительный, смелый, не дремлющий человек. Библия говорит, что вы, как христиане, должны трезвиться и что борствовать. Дальше давайте читаем. Трезвитесь, борствуйте, потому что противник и так останавливаемся. Почему я должен борствовать? Потому что есть кто? Противник. Первое. Второе. Противник, он постоянно ходит, не имея покоя. С какой целью? Чтобы кого-нибудь проглотить. Такое впечатление, что он ненасытимо голоден и он единственным чем занимается, как бы кому-нибудь сделать больно или вообще кое-кого погубить. И если человек не борствует, значит он может попасть в эту беду. Вы знаете, что лев, например, обычно убивает беспечных. Дьявол убивает тех, которые периодически отдыхают от праведности. Ну, расслабиться. Ну, нельзя же в церкви сидел три часа. Ну, еще на одно собрание пришел. Ну, хоть на праздники. Ну, когда-нибудь. И вот смотрите, какая-то там лань подходит к воде, она расслабилась, она вся там, а лев тут как тут. И можно другие примеры проводить, что именно лев атакует, когда кто-то ведет себя довольно равнодушно и беспечно. но сегодня Слово Божье предупреждает нас и вас. Пожалуйста, возьмите это во внимание. Мы не можем, мы не имеем права расслабляться даже на одну минуту. Послушайте, все, что мы получаем от Бога, мы получаем благодаря нашей вере и нашей жажде. Все, что мы получаем от Бога, мы сохраняем, живя святым. Благодать важно не только получать, но приумножать и сохранять. Как мы ее сохраняем? Написано, два зла сделал народ мой, меня источник воды живой оставили, а высекли себе водоемы, которые не могут держать воды. Как приходит, так и уходит, как зарплата, как деньги, так и Божья благодать. Человек окунается, но жизнь не изменяется к лучшему, потому что человеческое сердце, как решето. Почему это происходит? Потому что нет борствования, нет стражи, нет должного состояния. Послушайте, наиболее опасное падение, это то, которое происходит медленно. Если человек упал вдруг, например, в какой-то грех, он встрепенулся, он будет бежать на молитву и к покаянию. Но когда человек медленно остывает, он продолжает думать, что все идет нормально или хорошо. Поэтому в этом есть серьезнейшая опасность. В Библии написано, потому борствуйте, ожидайте, будьте готовы. Борствовать это значит всегда быть готовым навстречу со Христом. Борствовать это значит всегда быть готовым отражать дьявольские атаки. Да поможет нам Бог. Послушайте, в свое время Лот выбрал жизнь возле Содома. В результате его выбора он потерял родину, семью и всякий покой. Да, он был праведник, но он был праведником проигравшим. Лот не жил откровениями Бога. Вся его жизнь это череда мелких ошибок, которые серьезно повлияли на его жизнь. Еще пример небодствования Моисей. Кто-нибудь из вас знает, что написано он не вошел в обитованную землю, он ее видел с большой горы, он всю жизнь туда шел, он мечтал, но не вошел. Почему это случилось? Потому что в Библии написано однажды был момент в ее жизни, когда он не явил святости Божьей. Совершил одну ошибку, потерял контроль над самим собой и в обитованную землю не вошел. Мы иногда теряем этот контроль, надеясь, что Бог нас простит, как будто у Бога нет других занятий, как прощать, прощать и прощать. Но послушайте, Бог говорит Моисею, подойди к скале, скажи ей, и будет воды много. Моисей подошел к этой скале и говорит, непокорные, обращаясь к людям, нам ли дать вам воду из этой скалы или камня? И ударил по скале. В результате вода пришла, но Моисей в обитованную землю не вошел. Братья и сестры, молодежь, нельзя заигрывать с грехом. Это равносильно тому, знаете, как паук есть и паутина. У нас благочисто везде, трудно сейчас показать вам практически паука, но когда-нибудь вы видели паука и паутину? Видели? Вот когда затронешь вот эту паутину, то весь узор трясется. И паук знает, что жертва уже попалась. И он идет, чтобы эту жертву проглотить. Я еще раз прошу вас ради Бога. Жизнь христианина это жизнь постоянной стражи. Ближе к Рождеству. Вы знаете, что пастухи в ночь рождения Иисуса Христа не спали. И им явился Христос. Почему они не спали? Потому что они отвечали за этих овец. Они должны хозяину их предоставить сытыми и невредимыми. овцы они спали. Но были те, которые не спали. Бог сегодня пробуждает нас. Слава Иисусу. За Христом невозможно идти вот так просто как-нибудь. Мы воины армии Христа. Мы воины армии Христа. Готовность номер один отразить дьявольскую атаку. Готовность моя должна быть в том, что если на моих глазах совершается грех, я должен разорвать одежды, не допустить ничего подобного. Грех расслабляет человека, а Божья благодать созидает нас внутри. Слава Иисусу Христу. Послушайте, еще пример Самсон. Самсон, он говорил так, сам в себе, пойду и освобожусь, как прежде, вы уже попадали в беду, вы были на грани пропасти, но Бог вас сохранил. И вы продолжаете эту игру и говорите, ну раз избавился и здесь как-нибудь пронесет. Нет, не всегда так будет. Грех, он свое дело сделает. Не играйте с грехом во имя Иисуса. И вот Самсон так думал, ни первый, ни последний, пойду и освобожусь, как прежде, а не знал, что Бог отступил от Него. Вот почему Христос говорит, а что говорю вам, то говорю вам всем, что? Громче скажите, бордствуйте. А что говорю, то говорю вам всем, бордствуйте. Следующий момент, 9 стих, противостаньте Ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире. Следующее противостаньте. Нормальная жизнь христианина это жизнь противостояния. А ну Андрей, пожалуйста, и Даник, еще разочек, быстро только. Пожалуйста, прибегите ко мне, пожалуйста. как вы покажите противостояние вот это, как вы можете противостоять друг другу? Вы поняли меня? Вы не в дружбе, а вы в противостоянии. да, как вы можете противостоять друг другу? Да. Ну, кто-то из вас нападает, а вы кто-то защищается. Противостояние. Как вот это вы можете показать? Хорошо. Спасибо, спасибо, спасибо. Хорошо, идем дальше. Послушайте. Противостоять это противиться, это противоборствовать, это не допустить, чтобы это случилось в нашей жизни. чем мы можем противостоять? Вот они сейчас, ну, я вызвал, правда, таких крепких парней, то, конечно, там есть чем противостоять. Но вы можете, даже если вы самый маленький здесь по росту, и вы совершенно бессильны физически. Почему вы можете? Потому что написано противостоите твердою чем? Верою. И если эта вера будет у вас, у вас получится противостоять. А я вам этого от души желаю. как мы действуем и как мы поступаем, проходя через страдания? В вашей жизни они есть? Да или нет? Я же хочу знать, я в точку туда или не туда? В моей жизни есть. Но как я должен поступать, проходя через страдания? Что я должен делать? Какая нормальная реакция христианина? Я вам скажу несколько советов. Первая наша ошибка, мы сравним себя с другими. И нам кажется, что у всех остальных все хорошо. Только в моем доме, только в моей жизни все против меня. Я говорю так, в других дети как дети, а у нас непонятно что. Или, как сказать, вот у соседей вот это дети. И травка у соседа зеленей. ну и все лучше где-то, 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 где-то. И если вы именно так живете, то это не только не решает вашу проблему, а вы попадаете в трясину. Вы усугубляете вашу жизнь. Поэтому Библия говорит, что этого не надо делать. Не надо так поступать. Мы вторую ошибку, мы жалуемся, мы начинаем обвинять Бога. Почему-то Бог меня не слышит. Почему-то Бог на мои молитвы не отвечает. И таким образом мы расстраиваем себя внутри. Что мы должны делать как христиане? Послушайте. О, какое здесь огромное откровение в одном слове. Повторите за мной, зная, зная, что я должен знать. Если я уже десятки лет посещаю церковь, я что-то должен знать в конце концов. Не так ли? И вот здесь я хочу вам сказать, что вы должны знать. Когда вы начинаете сравнить себя с другими, то вам кажется, что везде все хорошо, кроме меня. Но Библия, этот стих говорит, вы должны знать. А что мы должны знать? Что такие же страдания случаются и с братьями вашими. Вот, например, у вас горе, и вы узнали, что и у соседа горе, уже легче. Но я не этому сейчас вас учу. Радоваться преждевременно не надо. Я учу вас, что если вы даже не знаете, и ваши соседи благоденствуют, то вы должны знать, что у вас одно, а у них другое. Каждому свое. Вот, что питает нашу веру. мы иногда знаем только одно, например, что Бог исцеляет. Да, Бог исцеляет. Слава Богу, что Бог исцеляет. Да или нет? Но смотрите, один и тот же Бог. Смотрите, два действия. Взяли Иакова, и чем закончился его арест? Голову сняли. Взяли Петра, и чем закончился его арест? Ангел явился и освободил Петра. Все в один, можно сказать, в одно и то же время. И можно спрашивать, Господи, почему же ты Иакова не защитил? Вообще, Господи, куда ты смотришь? Мы жалуемся, я повторяю, и начинаем обвинять Бога. Но я хочу вам сказать, что это не ново. Это уже было во вселенной. И я вам расскажу, как это было. Вы еще способны слушать? Послушайте, а было следующее, Матвея 27, 42. Других спасал, а себя спасти не можешь, если ты царь Израилем, пусть теперь сойдет с креста, и мы уверуем. Сегодня люди говорят то же самое. Они говорят, если Бог есть, то почему Он всех не обратит в христианство? Если Бог есть, то почему сколько страданий в мире? Если Бог есть, то как Бог смотрит на голод и холод, который постигает иногда человечество? в результате что происходит? Мы начинаем жаловаться и обвиняем Бога. Послушайте, дьявол очень заинтересован, чтобы вы именно так поступали, чтобы человек обвинял Бога, обвинял других и никогда к любящему Богу не пришел. когда человек уходит от Бога, обычно не бывает так, что виновных не бывает, всегда кто-то виновен. Там церкви любви нету, там еще чего-то нету, и человек в своем самооправдании, он уверен, что он действует правильно. А я хочу вам сказать, при чем тут они, что у них нету, что в тебе сохранилось, чем ты собираешься жить, как ты будешь побеждать в будущем. придет время, когда мы встретимся лицом к лицу с Иисусом, это будет один на один, ты и Бог твой. Не будет ни проповедников, ни друзей, но ты должен встречу эту пережить достойно. Гряди благословенный, ибо я давно тебя жду. Аллилуйя! Слава Иисусу! О, как бы мне хотелось, чтобы Бог помог нам так жить. В этом есть особое благословение, и Бог желает, чтобы это было нашим достоянием. Послушайте, человек, когда падает, то всегда кто-то виновен. Если не люди, в крайнем случае Бог, даже если человек это устами не выражает, все равно он обвиняет Бога. Человечество сейчас расцвивает в своих грехах, но указывает на Бога. Куда смотрит Бог? А я хочу вам сказать, Бог смотрит на нас, Бог смотрит на всю вселенную и поддерживает тех, чье сердце вполне предано Ему. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Иисусу! Представьте себе разбойника на Голговском кресте. Прибиты руки и ноги, у него нету никакого шанса на спасение. Христос рядом. Послушайте, но об этом Христе, этому разбойнику никто никогда не сказал. И его жизнь пришла к роковой черте. И именно на кресте он это слышит, разговоры, а где же Бог? Если ты Бог, если ты Христос, и кажется, в душу уже идут сомнения и правда, и правда, почему он ничего не предпринимает? И знаете, большинство в этой толпе, они соглашаются, потому что в жизни может быть их все спокойно, но этому разбойнику терять уже нечего. Он понял, что дорога спасения проходит совсем рядом. Он понял, что рядом тот, кто может ему помочь. И он обратился к нему, и Бог его спас. Аллилуйя Иисусу! Я не знаю, как проходит ваша жизнь, но я знаю, что здесь присутствует Христос, который хочет изменить ее к лучшему. Если вы это слово услышите вашим сердцем, это произойдет в вашей жизни. А я вам это от души желаю. Божья благодать безмерна. Бог желает сегодня покрыть нас своей благодатью. Давайте мы будем готовить свое сердце к серьезному смирению. Иисус здесь. Что меня удивляет в нем, что он долгое время молчал, страдания. Слышите? К нему взывали за помощью. Ему обращались за советом, а он написано молчал. Может быть, Бог долго не отвечает на твою нужду. Ты идешь, испытываешь подобное в твоей жизни. Молчание Иисуса это ужасно для христианина. И ты теряешь веру, ты ломаешься внутри. Но обратите внимание, возьмите пример с этого разбойника, которому терять уже было помоги мне. И что ответил Иисус? Он сказал, ныне же будешь со мною в раю. Аллилуйя! Он не отвечал на эти надменные, насмешливые разговоры. Он принял Голгофу как агнец. Но все изменилось, когда он нашел жаждущее сердце. Уже умирая, когда он увидел, что одна душа встрепенулась, он заговорил. сегодня Бог хочет ответить, что-то вам сказать. Голгофу